МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народ, всем привет! С вами Мишаня, канал Герасия Мир Вездеходов. Сегодня я приехал в Жуков гараж с целью рассказать вам о новой разработке Жуков гаража в вездеходе Бро Электро. Собственно говоря, вот стоит вот эта машина. Сегодня мы будем ее тестить, проверять ее возможности. Правда, сегодня у нас зима, все жесткое и белое, но постараемся найти какой-нибудь уклон или, может быть, сломать лед. В общем, поехали, посмотрим, что может эта машина. Так, давайте посмотрим, что внутри у машины. Есть отличия, они незначительные, тем не менее они есть. Первое, что бросается в глаза, это пространство между водителем и пассажиром. Это удобно. Дальше у нас есть ряд сидений, диван. Достаточно комфортный, удобный. Здесь у нас, несмотря на то, что кресло отодвинуто до конца назад, здесь есть место коленками, я в него не упираюсь. Здесь, так же, как стандартной комплектацией, имеются у нас крепления для груза. Вот стателлажная рейка с обоих сторон, они присутствуют. Шторки. Системы Молли. Здесь у нас двойные стекла на боковых окнах, вздвижных форточках. Здесь тоже двойное остекление. И передние боковые стекла тоже имеют двойное остекление. Потеть не должно. Штурвал со всей необходимой информацией. Скорость, напряжение, температура контроллеров, направление движения вездехода, передняя и задняя передача. Здесь у нас две педали газа и тормоза. На этом, наверное, из отличий все, что касается внутреннего убранства машины. Ну что ж, сейчас я попробую проехать на вездеходе и сами все увидите, что будет происходить. Погнали. Помогать в управлении мне будет голос за кадром. Это Евгений, бессменный руководитель Жуков гаража. Значит, мешать, для того, чтобы осуществить начало движения, все очень просто, как в автомобиле с автоматической коробкой передач. Выжимаем тормоз и включаем скорость рычажком вперед. На мониторе у нас отображается стрелочка направления. В зависимости от выбранного положения рычага. Мы смотрим, куда мы едем. Сейчас у нас стрелочка вперед. Хочу обратить внимание, что как только мы включили с вами скорость, то наш штурвал стал активным. Машина без нажатия на газ может поворачиваться вокруг своей оси. То есть, если нам где-то нужно подравняться или выставить свой поворот для движения вперед, мы это делаем без газа. Миша может попробовать плавненько в одну сторону, в другую сторону поработать штурвалом. Мы сейчас наблюдаем, что вездеход у нас начинает двигаться вокруг своей оси, называемая контр-операция на месте. Мы сейчас продемонстрировали, как работает у нас штурвал на месте, когда он активный. Сейчас, Миша, начинаешь движение плавно, нажимая на газ и выбирая направление штурвалом. Все как на машине. Ускорение, скажу вам, впечатляет. Очень точно управляется, разгоняется. Если, надо сказать, ну у меня Элька так не разгоняется, как он. С места дует только в путь. Простите за мои скудословные эмоции. Это что-то. Это что-то. Движение осуществляется двумя движками, что придает ему такую лезвость. Два электродвижка японских полейных стоят. Общей мощностью 210 лошадиных сил. Соответственно, такую прыть ему придает такая силовая установка. Каждый движок стоит на своем борту, что позволяет ему осуществлять контр-отацию или плавный поворот. То есть, в момент поворота у нас все четыре колеса гребут. Просто одна сторона делает это медленно, чем другая. То есть, момент у нас присутствует на всех четырех колесах. Но это даст ему большое преимущество на жидких, торфяных и прочих слабонесущих грунтах. Потому как поворот на вездеходе с механической трансмиссией подразумевает, что один борт превращается в якорь. Так, ну движение вперед у нас уже было. Давайте попробуем движение назад. Для безопасного его есть два боковых экрана зеркала и центральное. Это стандартная опция для машин. Движение нажимаем тормоз. Появилась стрелка, говорящая о том, что движение будет у нас кормой вперед. Ну и, собственно, попробуем. Это очень необычно. Отсутствие работы дизеля. Движение назад у нас ограничена скорость специально, чтобы не происходило каких-то аварийных ситуаций. Поэтому движение назад где-то, ну, в районе 10 км в час – это максимальная скорость, с которой можно двигаться назад. Ограниченно принудительно и программно. С задней скоростью все понятно. Давай покатаешься по пулю, посмотрим, как будешь ехать вперед. Почувствуешь рулежку, как себя вообще ведет вездеход, как он отзывается на штурвал. Поделишься впечатлениями, а дальше уже поедем в более сложные участки. Посмотришь, как он себя ведет уже, можем сказать, в реальных условиях вездехода. Так, ну что, для движения вперед нам нужно нажать на педаль тормоза, перевести рычажок в режим драйв вперед. И, собственно говоря, начать движение. Вездеход готов у нас к рывку-броску. Попробуем, что он может на своих пределах. Ребята, я скажу вам, это что-то. Очень точно рулится, реагирует на штурвал, поэтому надо быть поаккуратнее. Так. Рулится очень плавно и точно. Я бы даже сказал, можно заниматься балетом. Все, что нужно сделать на узкой дороге в лесу, где-нибудь между каких-то там пней или неудобных выездов. Все. Фантастика. Да, хочется добавить, что чем больше поворачиваете штурвал, тем быстрее осуществляется разворот на месте. Чем меньше поворачивается штурвал, угол штурвала, можно обратить внимание, вот медленно начинает, медленно-медленно срываться. Если я быстрее буду дальше поверну штурвал, то скорость вращения будет увеличена. Но она тоже ограничена, чтобы не получилось аварийная ситуация, и люди внутри вездехода не болтались, не получили какие-то травмы. Тем, у кого слабый бестебулярный аппарат, не рекомендую баловаться, потому как, ну, будет морская болезнь. Поедем, посмотрим какие-нибудь горки, попробуем сломать лед. Ну, если получится выбраться оттуда. Что я испытал от управления? Машина рулится исключительно точно. Сейчас я включу драйв. Небольшое движение штурвала буквально пальчиком. Машина выполняет повороты. Если сравнить его с рычажным управлением, то по трудозатратам, мне кажется, это будет даже проще. На самом деле, для того, чтобы совершить некий маневр, не нужно прилагать никаких усилий. Те, кто ездил на рычагах или там на штурвале, как мы сделали, привыкли, что для того, чтобы у вас вездеход повернул в ту или иную сторону, у вас сначала идет легкое нажатие, это когда разжимается фрикцион путем гидравлики или электрики, а уже потом вы дотормаживаете его, применяя определенные усилия. Все зависит от конструктива. Здесь за вас это все делает электроника. Причем штурвал спроектирован так, что у него есть обратная связь. Вот если Миша сейчас попробует повернуть в одну или во вторую сторону, он почувствует, что он сопротивляется. Соответственно, этим самым мы можем понять, что у вас под колесами в данный момент. То есть, цепляется он за грунт, или он цепляется у вас за снег, или он на льду у вас проскальзывает. Какая нагрузка на вездеход в данный момент, тяжело ему или нет. Ну, как бы, с дуром можно сломать и все, если не обращать внимания на то, насколько тяжело технике в тех или иных условиях. Поэтому у нас мы чувствуем, что под колесами машины. И то же самое происходит в момент движения. Думаю, что Миша сейчас не очень успел это почувствовать. Но когда мы едем по дороге, по более жесткой дороге, мы чувствуем, условно говоря, ламели на резине. То есть, руль дает нам обратную связь. Это тоже, скажем так, собственная разработка. Мы очень долго подбирали руль, настраивали его, прописывали мозги, для того, чтобы он у нас совместно с двигателями, с контроллерами образовал одну единую цепь, живой организм. Поэтому это действительно будущее. Не хочется говорить там громких слов, но оно так и есть. И я думаю, что электропривод в сочетании с хорошей батарейкой или с хорошим генератором, вот это действительно будущее. От себя хочу добавить, что управление вездеходом мне очень понравилось. Я совершенно согласен со словами, Евгений, о том, что за электрическим приводом будущее. Будет это или просто машина на батарейке, или это будет машина с генератором, или машина-гибрид-дизель-генератор-батарейка. Лучше, даже не лучше, а более эффективного управления машиной, на мой взгляд, придумать на данный момент истории сложно. Потому как, ну, что может еще вот так отработать? Скажите мне, что невероятно. Предлагаю попробовать в более жестких условиях. Поэтому давай сейчас поедем в лес, в горке, посмотришь, как вездеход себя ведет, какая у него управляемость. По лесной дороге, меж деревьев, подъемы, спуски, то, где в основном применяется у нас вездеход. Ну да, тут мы все пополе-пополе, все это газуем-газуем. Показывайте дорогу, куда ехать. Так, ребят, перед нами небольшой спуск. Попробую прямо остановиться посреди спуска. Аккуратненько. И зависнем от центра, чтобы вездеход нас удержал в положении спуска. Причем грунт замерзший, скользко достаточно. Удержаться на таком склоне, надо сказать, сложно. Сейчас мы постепенно, аккуратно, я привыкаю к этому чуду. Ну вот мы стоим практически. Ну все, стоим на склоне, остановились. Даливаем подъем. На подъеме мы встаем, отпускаю педальгазы, машина встала. Ну вот я вижу, что сейчас у нас идет нагрузка на двигателе. На дисплее видно. Мы стоим за счет магнитного поля в движках, которое держит. Все, не двигаемся. Представьте такую ситуацию себе на механической трансмиссии. Нажимаю педальгаза, не трогаю штурвал. Мы продолжаем движение. Подъем, надо сказать, в конце градусов 30, не меньше. Выход. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Что я хочу сказать об управлении этим аппаратом Опыта у меня немного минут 20 И тем не менее хочу сказать вам, ребята, что это новый уровень Машины можно вымерять буквально миллиметры с сантиметры То есть такое повторить на механической трансмиссии можно Но это потребует определенных усилий Здесь же это получается все легко и непринужденно Скажу откровенно, вылезать уже за штурвал не хочу Хочется куда-нибудь ехать, рулить между каких-нибудь деревьев попадать Очень приятно, очень приятно Можно сказать, что это похоже на то, как мы в детстве играем в машинке То есть мы берем машинку в руку и ведем ее между препятствий Аккуратно, точно так, как нам хочется Вот именно это Очень похоже на это Очень точное Очень Плавное и мощное управление Здесь подслушивается Удивительно Удивительно, просто удивительно Ну, хочется немножко добавить тогда Да Действительно, первые впечатления мишаны рассказывают свои И действительно, он правильно подобрал В сравнении с детской машинкой в управлении Когда мы руками ее вводим вперед-назад Проворачиваемся на месте И это действительно очень точное Пописание Того, как себя ведет вездеход Как это все То есть Чуть-чуть попытаюсь рассказать вам Как это у нас получилось Как мы добились Данного эффекта Помимо того, что здесь стоят два электродвигателя Каждый электродвигатель управляется своими мозгами Назовем это контроллеры Вот контроллеры нам пришлось разрабатывать Потому что ни один покупной контроллер Мы использовали и китайские контроллеры И контроллеры от Nissan Leaf Родные контроллеры от двигателей То есть ни один из этих контроллеров Не позволяет внести туда ряд настроек Для того, чтобы вездеход управлялся именно так Как нам нужно Так, как нам хотелось Поэтому нам пришлось создать свои контроллеры То есть это полностью с нуля разработанное Программное обеспечение Полностью с нуля разработанное железо То есть мы создали компьютер абсолютно с нуля Испытали его в лабораториях Нагружали его Сейчас спокойно наш контроллер выдерживает 800 ампер нагрузки Предельное у него 1200 То есть сегодня везде, где мы катались И то, что сейчас стоит по нагрузке Это 450 ампер у нас стоит на вездеходе То есть мы на штурвале можем менять степень нагрузки И назовем это мощность потребления на каждый из двигателей И вот сейчас мы едем с мощностью в районе 50% Соответственно, для более тяжелых условий Мы можем раскрывать эту мощность Это делается понадобительно Для каждого владельца мы рассказываем, как заходить в меню Как менять эти настройки, такие пароли ставить Чтобы это не было каждому Чтобы просто технику не убили Вот, поэтому контроллеры были созданы Испытаны И внесены туда ряд настроек Порядка тысячи параметров Меняется во время лизды и во время движения То есть два контроллера между собой работают И снимают около тысячи параметров Которые были запрограммированы, выставлены В ходе испытаний Дальше была сложность То, что нужно было этими контроллерами управлять Тут пришлось разрабатывать штурвал Опять же, со своими мозгами Для того, чтобы он управлял контроллером Так, как надо нам То есть при определенном угле поворота контроллера На определенной скорости Двигатель совершает определенную работу И только меняется у нас скорость или угол поворота Тут же меняются все параметры одного или второго движка Вот пришлось создать и руль И контроллеры И монитор, на котором отображается вся эта информация Которую можно что-то менять Но в основном все настройки зашиты Достаточно глубоко и ограничены Мы сейчас пришли к идеалу Который есть Это и ограничение по скорости И ограничение по мощности И ряд систем безопасности Которые отключают вам машину Ну, то есть уходят в ошибку И спокойно перезагружаются То есть не дают вам спалить, взорвать Или испортить вездеход В тех или иных условиях Потому что, как, допустим, на дизельной машине Электромотор можно перегреть Контроллер можно перегреть Если идут колоссальные токи Колоссальное сопротивление Также был вопрос с рекорперацией То есть ни один контроллер Не получалось включить рекорперацию С двух движков, запутать по параллельно То есть мы тоже решили этот вопрос Сейчас вездеход при повороте Дает энергию один двигатель на другой То есть идет минимальное потребление с батареей А один двигатель вырабатывает энергию для другого Чтобы совершить поворот И полная рекорперация Именно с зарядом батареи Идет при спусках Когда начинается торможение двигателя Или когда мы с большого разгона Отпускаем педаль газа И у нас машина начинает по инерции тормозить Соответственно, в данном случае У нас идет заряд батареи К батарее Батареи тоже пришлось делать на заказ Именно с теми характеристиками С теми параметрами, которые нам нужны То есть это габариты в первую очередь Масса батареи Ячейки И емкость В данном случае здесь 72 киловатт часа У нас батарея Ориентировочный запас хода Электрического вездехода От 5 часов Все зависит Очень много зависит от условий Ну, собственно, как и расход солярки Так же и расход электроэнергии От того, как вы жмете на педаль В каких условиях Как часто вы поворачиваете Как часто вы разворачиваетесь На каком давлении вы едете По какой почве вы едете То есть От 5 часов Это запас движения По бездорожью Который будет включать в себя И спуск, и подъем И поле, и грязь И лес с кучей поворотами И воды И воду Это все мы испытывали Соответственно, если, допустим, ехать просто по прямой То, конечно, это разы увеличивается Движение И время использования вездехода Почему Электричка Электрическая версия была первая Ну, потому что была задача Сделать машину для угодья Для охотников Тихую Экологичную Для одного дня охоты То есть 5 часов чистой езды На вездеходе Это достаточно много Мишань не даст соврать То есть через 4 часа После непрерывной езды Ты вылезаешь уже никакой Из вездехода Ну, это зависит от условий Но если, ну, лес И греломы И всякое разное Попадает Да, 4 часа Достаточно долго На рычагах На дизеле Это Соответственно, да Если люди приехали на охоте угодья То есть Они тратят минимальное количество времени На доставку себя До места охоты Ну и, соответственно, назад Поэтому этого, в принципе, нам достаточно Понятное дело, что если мы рассматриваем И говорим о экспедиционных вездеходах То следующая наша модель Это Гибрид Или полугибрид Как правильно называть Когда у нас на борту появится генератор Который будет заряжать И батарейку И питать Электромотор Во время движения То есть Я надеюсь, что В ближайшее время Этот прототип Будет кататься И мы сможем его показать И уже рассказать О каких-то характеристиках На данной машине Мы отработали полностью Электрическую трансмиссию То есть На гибриде Будет точно такая же Электрическая трансмиссия Как и здесь Вот, наверное Вкратце В этом вездеходе У него еще много Множество систем безопасности Систем помощи водителя Которые есть То есть Их немножко сложно рассказать В одном обзоре И показать во всех условиях Но Мы постарались сделать Эту машину Достаточно дружелюбной То есть Любой человек Не обладающий опытом езды На вездеходе Бортоповоротного типа Когда садится За штурвал Не видит Отличия От управления Машины Своей То есть Я не знаю У Миши было ощущение Или нет Но у меня ощущение Того Что я еду А у меня Передние колеса Поворачиваются Как у машины Было ощущение Что управлять Даже проще Чем машины Ну По ощущению Так что Проще управлять Вот вездеходом Чем Рулем Крутить Такая вот Такая вот Легкость Необычная Давайте посмотрим Что у этой машины Находится под капотом Об этом нам расскажет Евгений Евгений Собственно Слушаем Вас Вот мы смотрим Открыли Крышку Заднего ряда Пассажиров Под ней у нас Находится Подкапотное пространство Что бросается В глаза Два черных ящика Вентилятор Ну и собственно Все Больше мы ничего Здесь не видим Мы видим Суппорта Тормозные диски Кусочек цепей Какие-то синие шланги И куча проводов Да Значит По порядку Черные ящики Это корпуса Наших контроллеров То есть Наших мозгов Внутри них Находятся Мозги Которые управляют Одним Электродвигателем И вторым Электродвигателем Корпуса Сделаны так То что стоят В штатных местах Где Находятся У этих движков Штатные контроллеры Мы все Подогнали К штатным местам Откручивая Эти две крышки Герметичные Одну и вторую Мы Имеем доступ К платам Которые можно заменять Не снимая крышек Не Сливая воду Потому что у нас здесь Водяное охлаждение А просто Отсоединив Открутив крышки Отсоединив Несколько проводов Меняем платы Ставим новые И поехали То есть Возможность приобрести В ZIP Контроллер Всегда у нас есть Поэтому в любых условиях При выходе из строя Можно Как любую запчасть Поменять И сделать это Гораздо проще Потому что Здесь будет у вас Чисто Сухо И комфортно Под Корпусами контроллеров У нас находятся Собственно Электродвижки Серебристые Один И второй От них Расходятся валы На один борт И на второй борт На диски Тормозные Суппорта Которые стоят Это Механические тормоза Для того Чтобы машина Тормозила То есть У нас присутствует Электромеханический Тормоз То есть Когда мы Нажимаем педаль Сначала у нас Происходит Электрическое Торможение Двигателями А потом Уже В определенный момент Двигатель отключается И у нас Происходит Торможение Суппортами Если мы посмотрим На синий шланг И на радиатор То у нас И корпуса Контроллеров И сами движки Имеют Водяное охлаждение Вентилятор Включается Принудительно По Простите Автоматически По Достижению Определенной температуры Которую мы задаем Сами В мониторе Который Находится На штурвале Вот Вкратце Можно сказать И все По поводу Моторного отсека Который мы здесь Наблюдаем Так Ну По контроллерам По движкам Более-менее Все понятно В общих Чертах Так А что у нас С водой Которая попадает В лодку И С раздельной Подкачкой Колес На этой машине Значит Что касаемо Воды Наша лодка Разделена На Три Герметичных Отсека Первый Отсек Это Под ногами Пассажира И водителя Там же Где у нас Педальный узел И где у нас Стоит Лебедка Второй Отсек Это Рундук Возле Двери Кунге Который Находится Он тоже Полностью Герметичный То есть Эти два Отсека Через которых В 90% Случаев Попадает Вода В лодку Это при заходе В воду Когда у нас Уплотнители Или дверь Не закрыта Или при выходе Из воды Когда Зад Погружается В воду Они у нас Отделены Отделены Полностью Герметичные От центрального Отсека В котором Располагается И батарея И вся Наша Электрическая Часть Соответственно В центральном Отсеке У нас Установлена Помпа Для откачки Воды Помпа Включается Принудительно По датчикам На панель У нас Выведены Датчики То есть В машине Находится 6 датчиков На наличие Воды В лодке Первый Датчик Это В переднем Отсеке Второй В заднем Отсеке И 4 датчика Находится В центральном Отсеке То есть При срабатывании Этого датчика Мы Либо останавливаемся Проверяем На наличие Воды Либо включаем Помпу Это Защита Скажем так Первая Вторая Защита Все Разъемы Все Соединения Все Вот эти Самые Крышки Соединения С двигателем Все это Имеет Защиту От воды И пыли Сама батарейка Полностью В герметичном Корпусе Поэтому Чисто От попадания Воды От затопления Мы здесь С вами Застрахованы Механически А электрически Это еще Заложено Все В Программах И в Мозгах Управления Вездеходом Что при Попадании Воды Или при Критическом Уровне Воды У нас Отрубается Вся Электроника И падает Напряжение Пока Мы не Устраним Протечку Что касаемо Подкачки То Можно Наблюдать У нас Здесь На вездеходе Есть Раздельная Подкачка Перед Передней Оси И задней Оси Электромеханическими Клапанами Соответственно Они включаются У нас Гриндитер Панели Но я думаю Что это Более чем Исчерпывающий Ответ Вот В принципе По техническим Всяким Разным Подробностям Наверное На сегодня Пока все Что мы Можем рассказать Об этом Вездеходе К сожалению Все хорошее Когда-нибудь Заканчивается Заканчиваются Наши Сегодняшние Покатушки Будем ждать Теплого Времени Года Хочется Посмотреть На машину В Других Условиях На этом У меня все С вами был Мишаня Канал Герасим Мир Вездеходов Всем хорошего Настроения Всем пока